привет ребята привет всем меня зовут сара в этом видео я объясню как устроено то что вы видите перед глазами это модель конструктора мироздания которую я получила состояние измененного сознания эта информация которая мне пришла от моего интересного покровителя и я хотела бы ее вам представить сразу же скажу что я не претендую на истину моя задача дать информацию показать информацию и ее объяснить как вы ее примете как вы ее поймете как каждый из вас ее осознает и поймет это уже зависит от каждого из вас моя задача передать информацию и так начнем сначала я подойду поближе все вот это вот все это на самом деле в 3d это все выглядит как большая огромная гигантская сфера как большой огромный шар если мы его разрежем напополам то мы получим примерно вот такой вот образ этого всего опять же это мое представление той информации которую я увидела и той информации которая которая была мне дана то есть примерно это все выглядит как большая сфера большой шар и можно так сказать что все архитектор и все конструкторы которые это делают у них очень много на самом деле таких конструкторов можно так сказать таких таких шариков если это можно так немножко шутливо сказать шутку у них их очень много и вот один из таких сфер из таких шаров он выглядит примерно вот так вот ну что я предлагаю начать самого начала где я объясню по порядку что обозначает каждый слой с этого конструктора я начну с цифра 1 как здесь показано цифра 1 это . сборки конструктора мироздания центр соединения связи миров ядро архитекторов на котором строится иллюзия мироздания то есть примерно где-то вот в этой точке вот в этой зоне она центральная эта зона центральная и на ней как бы построен весь дальнейший конструктор и он на ней держится это номер один номер два зона трехмерной плотности и всего что в ней находится небесные тела галактики черные дыры также наша солнечная система и соответственно наша планетная наша планета земля извиняюсь так что вот в этой всей зоне вот здесь это наша зона трехмерности примерно она находится здесь и где-то здесь находится наша солнечная система наша планетная земля зона двухмерности и первомерности находится вглубь зоны трехмерности то есть она идет вглубь эти две зоны двухмерности и первомерности они идут вглубь трехмерности то есть они находятся в глубине вот этого всего пространства да вот так вот она выглядит идем дальше номер четыре это канал связи и передачи информации от абсолюта через трехмерность включая все остальные 15 плотностей в зоне плюс и в зоне минус а также наоборот от хаоса через трехмерность и до абсолюта так называемая вот это вот большая стрела которую я нарисовала это моя интерпретация как выглядит связь передачи информации от зоны абсолюта через все зоны тонких плотностей здесь в зоне плюс через трехмерность дальше через все плотности в зонах минус и аж до хаоса примерно вот здесь посередине находится вот этот канал передачи связи идем дальше номер пять где у нас номер пять номер пять у нас вот здесь отражение энергетических частот в соотношении к частотам плюс который у нас здесь здесь у нас находится 15 тонких плотностей от трехмерности вниз к хаосу вот они здесь 15 тонких плотностей по энергетической соответственности минус то есть здесь шестерка там где мы видим число шесть то же самое здесь находится 15 тонких плотностей вверх к абсолюту от трехмерности идем дальше номер девять где у нас номер девять это эти стрелочки я показала чтобы показать как происходит равномерное расщепление энергии c из зоны трехмерности во все дальнейшие тонкие плотности вплоть до абсолюта и хаоса то есть энергия здесь расщепляется вниз к тонким плотностям пас по соответствии минус хаосу и дальше она идет вверх к абсолюту здесь просто происходит расщепление энергии c до номер три так как здесь написано вот этой оранжевой полосочкой то что я обозначила это централизованная ось энергии ци универсальной субстанции вселенной то есть вот здесь посередине в трехмерности проходит центральная ось энергии ци она проходит примерно вот так вот здесь в моем видении она выглядела именно так идем дальше номер десять номер десять я здесь написала творец первоабсолют эта зона свободная от конструкторов творения обитель творца первоабсолюта то есть вот здесь у меня немножко не хватило места вот примерно здесь уже находится творец первоабсолют то есть отец бог другими словами то есть на этой плотности 15 так как мы видим на последний находятся самые высшие по иерархической системе высшие сути они находятся здесь на 15 плотности после этой 15 плотности уже находится абсолют то есть творец первоабсолют всего творящего он находится здесь вот здесь в зоне 10 ну и идем к последнему пункту пункт 11 это самая отдаленная зона от творца первоабсолюта зона также свободная от конструкторов творения здесь зона хаоса обитель антитворца самая отдаленная точка от творца первоабсолюта который у нас находится наверху то здесь на последней плотности 15 также находятся высшие иерархические сути только уже приближенные к хаосу они вот эти здесь высшие сути на 15 плотности они отражение высших иерархических сути на 15 плотности в зоне в зоне плюс они находятся здесь ну а здесь внизу соответственно хаос здесь также зона свободная от каких-либо конструкций моделей миров и так далее и так далее примерно очень примерно вот так все это выглядит я постаралась надеюсь что я объяснила все более менее человеческим языком вербально более менее понятно потому что это нелегко объяснить в вербальном контексте эту информацию ребята если у вас есть дальнейшие вопросы что и как функционирует пожалуйста пишите в комментариях высылайте сообщение в сообщество я на них отвечу